Окей, давайте на чистоту. Кому вообще нужны рейтинги вузов? Они нужны старшеклассникам, которые знать не знают, куда они будут поступать. И для того, чтобы выбрать свой будущий вуз, им нужно хоть на что-то ориентироваться. Они никогда не были в этих университетах, не знают, кто там преподает, не знают, кто там учился. Я имею в виду каких-то известных людей. И поэтому рейтинг является единственным критерием их отбора. Следующий, кому важен рейтинг, это, конечно же, родители. Которые, откровенно говоря, будут гордиться, если вы поступите в топ-5 вузов мира. Но если вы не поступите в Оксфорд, Кембридж или Гарвард, чтобы грозить вот так вот вам пальчиком и говорить, вот не поступишь в Оксфорд, Кембридж или Гарвард, пойдешь в армию. Ну, это так говорят мальчикам, как говорят девочкам, я не знаю. Может, сейчас уже то же самое. Следующий, кому важен рейтинг вуза, который заканчивает студенты, это, конечно же, работодатели. Шутка такая. Им плевать на то, какую строчку в рейтинге занимал ваш вуз. Придете вы устраиваться на работу, вам дадут вот такую пачку задач и скажут, нужно выполнить через неделю. И если не сможете вы это выполнить, никакого значения не будет для них иметь, какой там вуз вы закончили. Давайте с вами обратимся к истории создания рейтингов. История у рейтингов, друзья мои, она очень небольшая. Первый рейтинг вузов был опубликован в 1983 году в Америке с журналом US News and World Report. Все это истории рейтингов не более 40 лет. Вопрос, а как же мы уживались раньше? Естественно, эту идею подхватили СМИ и различные мировые исследовательские организации. И после, в 2003 году, первый академический рейтинг университетов мира опубликовал Шанхайский университет. А через год свой топ лучших вузов мира составила газета Times. А какие вообще показатели влияют на формирование рейтингов? И что учитывается для определения положения университета в рейтинге? Если вы хотите ответить на этот вопрос, то смотрите видео дальше, и мы разберем с вами эти пункты. Итак, мы с вами определили, кому нужны рейтинги. А давайте теперь разберем, для чего они нужны. Неважно, государственный вуз или частный, рейтинг – это своего рода репутация университета. Очевидно, что если у вуза высокий рейтинг, то он выглядит гораздо привлекательнее в глазах и абитуриента, и работодателя потенциального, и, естественно, инвестора. Как я уже говорил неоднократно в своих видео, за границей очень большое количество вузов, которые сотрудничают с компаниями. А компании вкладывают деньги в университет, в университетские фонды, в развитие инфраструктуры на территории университета, создание каких-то корпусов за деньги компании, ну, то есть инвесторов. И, соответственно, эти рейтинги имеют значение именно для этих организаций. И, конечно же, считается, что если у страны большое количество вузов имеют высокий мировой рейтинг, то это влияет на имидж страны точно так же. Но тут есть другой скрытый момент. В мире рейтингов большое множество. И, конечно, рейтинги не могут учитывать все вузы всех стран. Это, я думаю, очевидно и понятно. Так вот, очень многие рейтинги берут университетов денежку за то, чтобы быть в этих рейтингах. Собирается, скажем, какое-то издательство опубликовать свой рейтинг вузов. Да, они возьмут и оценят самые известные вузы, которые на слуху самостоятельно. А если же какой-нибудь среднестатистический вуз, незнакомый гражданам, захочет быть в этом рейтинге, ну, будь добр, заплати деньги. И тогда ты появишься в этом рейтинге. Деньгами как вопрос обстоит? Какими деньгами? Которые я вложил. Из основных международных рейтингов вузов выделяют, первое, это QS, World University Ranking, это рейтинг британской компании. Второе, это Times Higher Education, рейтинг. Третье, это рейтинг шанхайский, рейтинг международных вузов. Пишется ARWU. Кстати, в России тоже есть свои рейтинги вузов, и один из них, один из самых известных, это национальный рейтинг университетов от Интерфакса. Второе, это топ-100 вузов России от рейтингового агентства РАЭКС. Какие мировые университеты фигурируют в рейтингах чаще всего? Конечно, это американские и британские вузы, ставшие, наверное, уже этакими брендами. Мы все с вами знаем Гарвард, MIT, Массачусетский институт технологий, Стэнфорд. Вот буквально недавно Юрий Дудь снял твой фильм про Кремниевую долину и университет Стэнфорд. Смотрите, у нас тоже мое видео из Стэнфордского университета, линк в описании. Далее, Оксфорд, Кембридж, Калифорнийский технологический институт. Это, пожалуй, самые популярные вузы, которые присутствуют чуть ли не во всех рейтингах. Кстати, смотрите, у нас на канале также видео про Гарвард, про Стэнфорд, про Массачусетский институт технологий и про Оксфордский университет. Все эти вузы у нас есть на канале и линки будут в описании к данному видео. Из российских вузов некоторые, которые чаще всего входят в международные рейтинги, это, конечно же, МГУ, МГИМО, Высшая школа экономики, МГТУ, МИФИ, СПВГУ, МФТИ. Теперь давайте разбираться, что влияет на положение вузов в рейтинге. Во-первых, нужно отметить, что все рейтинги разные. Некоторые рейтинги учитывают общие показатели, свои какие-то общие показатели. Другие рейтинги учитывают отраслевые показатели, учитывают предметные показатели. Еще есть рейтинги, которые учитывают показатели по трудоустройству выпускников. Далее эти издательства формируют этакий индекс, который, собственно говоря, и определяет положение вуза в рейтинге. Критерии, по которым оцениваются вузы. Наиболее популярно это академическая и научная репутация вуза. Следующий пункт это цитируемость научных публикаций. Далее, соотношение студентов и преподавателей. То есть, у вас один преподаватель на группу в 30 человек или один преподаватель на одного ученика. Следующий показатель. Сколько преподавателей иностранцев преподает в конкретном вузе и сколько зарубежных студентов приезжают получать образование в этот вуз. Следующий. Уровень распространения знаний и инноваций. Шанхайский рейтинг, к примеру, учитывает количество нобелевских лауреатов, ну и вообще выпускников и преподавателей, получивших какие-либо мировые премии. Также, как я уже сказал, рейтинг может учитывать показатели по трудоустройству студентов, уровень заработных плат выпускников. И есть даже такой показатель в некоторых рейтингах, как удовлетворенность студентами обучением в вузе. В мировом рейтинге US News Report можно, к примеру, отфильтровать университеты по предметам. Выбрать, скажем, сельское хозяйство или, например, компьютерные технологии. Имеет ли значение рейтинги вузов? Конечно, рейтинг имеет значение, если вы закончили, скажем, Кембридж, Гарвард, Калтек. Реалии же показывают, что 90% работодателей не будут обращать внимания на то, какой вуз вы закончили. Следующий момент, что очень многие вузы, о которых вы даже не слышали, имеют сильную репутацию у каких-либо организаций, то бишь потенциальных работодателей в каком-то конкретном регионе и в какой-то конкретной индустрии. К примеру, штат Техас. В Техасе базируется огромное количество нефтегазовых компаний. По-моему, около 5000. Естественно, вузы, которые преподают в этих сферах, будут высоко оцениться местными организациями. Следующий момент. Есть вузы, вот здесь у меня, Secret Heart University. Вот данный вуз имеет сильную репутацию у медийно-телевизионных компаний, потому что они очень тесно сотрудничают. Также у них огромный новый инновационный медицинский центр. Где, собственно говоря, они обучают студентов. И компании местные, местные организации, они знают это. И они очень высоко ценят данный вуз именно в этих направлениях. Это как пример. Также обратите внимание, у меня есть выпуск про университет штата Мэн. Умэйн университи. И там есть исследовательский центр. Значит, в этом исследовательском центре занимаются разработками для крупных инновационных организаций. В инженерной сфере, в строительной сфере. И, естественно, организации, сотрудничающие с вузом и с его исследовательскими лабораториями, они будут ценить студентов-выпускников, которые там учатся. Организации ищут для себя талантливых студентов. То есть студент, еще часть в вузе заграничном, он может работать над какой-то исследовательской работой. Это исследование проводит организация совместно с университетом. И, естественно, наиболее талантливые выпускники будут замечены. И компании обращают на них внимание. Естественно, организации обращают внимание на опыт. Вопрос у меня. Как студенту, учащемуся в вузе, получить опыт и еще иметь, скажем, эти галочки у себя в резюме? Работал там-то, делал то-то, участвовал в том-то, да? Как ему получить, если он учится в университете? Смотрите, пункт первый. В ряде канадских вузов вы можете получить практику прямо в самом вузе. У них есть департаменты, отделения, где публикуются вакансии. И еще, учащаясь в вузе, вы можете подать получение этой вакансии. И вы можете получить практику. И официально разрешено работать до 20 часов в неделю. Что делают в британских вузах? В британских вузах есть такое понятие, как сэндвич-программа. Что представляют собой эти программы? Вы учитесь в университете 3 года. Если вы делаете сэндвич-программу, вам добавляется четвертый год. Что это такое? Вы отучились 2 года, а на третьем году целый год. Это у вас год практики в компании. Это официально этот год добавляется в университетскую программу. То есть вы 2 года отучились. Потом 1 год вы отработали где-то в компаниях, получили практику. Потом вы возвращаетесь в университет и делаете уже те предметы, модули, которые вам необходимы для продолжения дальнейшей работы. Вы уже знаете, что вам нужно. И организации, в которых вы получили практику, могут вам после этого, после того, как вы отучились, закончили вуз, получили диплом, могут вам предложить место и продолжение работы. И следующий момент. В ряде европейских вузов, тут же самый EU Business School, линк в описании, есть департаменты по карьере и трудоустройству. Также еще учась в вузе, у вас есть возможность получить практику. Следующее, посмотрите, у меня видео про Женевскую бизнес-школу GBS. Также линк в описании к данному ролику. Там точно так же у меня прям видео я показываю, когда вы учитесь и у вас на кампусе прям ежедневно публикуются вакансии, которые сместили работодатели. И учась в бизнес-школе, вы можете получить практику прям во время учебы. И следующее, обратите внимание, также у меня серия выпусков из швейцарских школ по гостиничному управлению. И многие часто путают гостиничное управление, думают, что это как бы только вы работаете в гостиницах, но нет, эта сфера очень огромная на самом деле. Там от банков до автомобильных компаний. Посмотрите, у меня целую серию выпусков по поводу трудоустройства и как устроена учеба. То есть вы в университете учитесь и у вас прям в учебную программу интегрирована обязательная оплачиваемая рабочая практика. Все линки, вот все, что я сейчас рассказываю, все в описании к данному видео. Обязательно посмотрите, я думаю, что это будет очень полезно. Следующий момент, почему многие пытаются попасть в рейтинговые вузы. Ну, считается, что в рейтинговых вузах преподают профессора, ну, скажем, с большой буквы. То есть, грубо говоря, я хочу учиться в топовом вузе, потому что там преподает вот тот-то или тот-то профессор. Но это же абсолютно не значит, что в университете, скажем, который будет на сотой строчке, будут плохие преподаватели. Нет, это абсолютно не так. Есть еще такая абсолютно нормальная практика, что многие профессора, академики, преподаватели преподают не только в одном университете, они могут преподавать сразу в пяти университетах. Эти университеты будут как на десятой строчке, так на тридцатой, так же и на сто двадцатой. Ну и как же теперь выбирать себе вуз? Ну, во-первых, я считаю, что ориентироваться только на рейтинги не стоит, потому что вузов у нас десятки тысяч по всему миру, в одной только Америке их более четырех с половиной тысяч. Как правило, рейтинги будут учитывать там топ-100, скажем. И не нужно ориентироваться только на Гарвард, Кембридж или Оксфорд, потому что, во-первых, попасть туда значительно сложнее. Во-вторых, как правило, стоимость обучения в них выше, чем в средних университетах. При этом, если американский университет находится на позиции, ну, на двухсотой позиции, скажем, это также может быть абсолютно классный университет с обалденной инфраструктурой. Огромное количество выдающихся людей закончили вузы, которые не находились в топах рейтингов различных. Также я хочу обратить ваше внимание, что многие вузы вообще не входят ни в какие рейтинги, потому что есть вузы, ну, грубо говоря, крупные, которые преподают по 500 различным специальностям, а есть специализированные вузы, скажем, такие как института Марангони. Это институт в сфере моды и дизайна. Он не будет входить в общемировые рейтинги вузов. При этом одно из издательств, модных издательств, поставило его на четвертую строчку в мире по моде и дизайну, потому что это специализированный вуз, который занимается модой и дизайном. Или Нью-Йоркская академия киноискусств. Также она не будет стоять в общемировых рейтингах, потому что это специализированный вуз, где обучают различным предметам киноискусства. И еще обратите внимание, что стоит, скажем, университет на 30-й строчке. Это не значит, что в этом университете будут одинаково хорошо преподавать, скажем, архитектуру и лингвистику. Уровень преподавания этих предметов может быть абсолютно разный, и их рейтинг может быть абсолютно разный. А в общем рейтинге университет будет занимать позицию 30-ю. Также обратите внимание на тот факт, что многие крупные вузы разделяются на колледжи или школы. То есть это огромный гигантский кампус, где есть разные, ну будем называть это департаменты или по-нашему факультеты. И вуз один, факультетов у него много, и у каждого может быть свой, скажем, рейтинг. Хотя этот рейтинг нигде может быть и не указан. Одна из моих рекомендаций по выбору вуза, это, конечно же, посетить его. Потому что очень часто я встречаюсь с ситуациями, когда вузы находятся в рейтингах ниже, а их все-таки выбирает для себя студент, абитуриент, посетив учебное заведение, и уже познакомившись там и с преподавателями, и узнав больше о вузе, и пообщавшись со студентами, которые там учатся. То есть когда ты видишь учебное заведение своими глазами, ты понимаешь, что это такое. Поэтому это одна из рекомендаций при выборе университета. Ну и, конечно, если вы хотите подобрать для себя учебное заведение, и вам нужна консультация и помощь, то контакты я все оставлю в описании к данному видеоролику. Субтитры создавал DimaTorzok